А как у нас дела обстоят на экономическом фронте? Чего там нам неделя грядущая готовится? Экономика. Давайте об экономии. Я думаю тема очень актуальная. И я хочу сказать, что кто еще не знает, конечно, кто впервые у нас радио слушает, что Майкл является преподавателем Делтик Трейдинг Академии. Это академия биржевого трейдинга. И Майкл является официальным партнером одной из крупнейших в мире компаний по трейдингу, ниндзя трейдер. Майкл это я, на всякий случай, кто еще не знает. Поэтому мы можем немножко говорить тут на непонятном языке. Я буду переводить это все на наш простой такой среднестатистического россиянина или украинца или белоруса. То есть что сейчас интересует россиян, это, конечно же, цена на нефть. Это безусловно. Так вот, на этой неделе падения не будет. Кроме того, среда показателей именно того, что нефть достигнет максимального значения. Но, к сожалению, идет максимум на большей части. Поэтому стоит как-то с выгодой отнестись к этому. То есть уже утром в четверг. Что я имею в виду? Нефть такая высокая, значит выгодный курс рубля. Это я перевела на наш простой язык. То есть можно по-другому безопасности. Да, как раз был мой вопрос. То есть это непосредственно связано не только с рублем, но и с долларом, конечно. Но в данном случае рубль будет расти. Это то, о чем я вчера говорил. Вчера я делал презентацию, достаточно большую, длинную. На два с лишним часа презентацию. Она скоро появится на моем личном фейсбуке сайте. Появится на ютюбе и на Сангейс Радио. Так вот, я как раз говорил, что по графикам, а я технический аналист по графикам, и действительно Василина правильно сказала, у меня есть своя школа, которая называется Deltic Trading Academy или Академия биржевого трейдинга, которая называется Deltic. Так вот, я анализируя график рубля по отношению к доллару, сказал о том, что, причем я говорил, когда он был примерно 65, о том, что будет 80. Но это будет как бы точка максимальная для российского рубля, имеется в виду. И потом будет какой-то correction, называется. Это будет какое-то падение вниз. Некоторое. И вот сейчас мы как раз находимся в этом. Я имею в виду, доллар идет вниз, а рубль идет вверх. И по моим, так скажем, ощущениям, по моим графикам видно, что мы идем примерно к 65 рублям примерно за 1 доллар. Сейчас, по-моему, насколько я помню, на вчерашний день было 70, где-то с половиной. Так что, действительно, это хорошая информация, и этим можно пользоваться. Потому что, если мы говорим о бирже, то те люди, которые, ну так сказать, хоть как-то в этом разбираются, они могут, ну, получить, на этом зарабатывать. Ну вот, на самом деле, очень удобная и полезная передача. Я астролог, я не могу давать цифры, а вот Майкл может поработать с цифрами и дать какой-то предварительный прогноз. А мы, простые смертные, ну или даже те, кто трейдит пару контрактов, мы можем эту информацию использовать или пойти даже те же доллары какие-то купить на выгодном для нас курсе, и сделать себе подушечку безопасности на какой-то период. То есть, имейте в виду, это полезно, но часто мы таким заниматься не будем, потому что, ну, по известным причинам. Ну да, а то заинтересуется еще. Ну вот, что касается евро. Да, а скажите, это тенденция, скажем, вот до среды, вы сказали. А я вчера как раз, у меня есть некоторые тоже есть подписки, и я слушал одного очень известного человека в Соединенных Штатах, аналиста, и он приводил пример о том, что не пойдет индексы, индексы, допустим, Dow Jones, индексы S&P 500, вот глобальные такие мировые индексы по бирже, они не пойдут вниз до октября месяца. Скажите, у вас есть какие-то данные по поводу, скажем, ну, длительного какого-то прогноза до конца года? Ну, если помните, я уже говорила о том, что и в мае, и в августе индексы должны пойти вниз. В любом случае, я не вижу никаких способов этого избежать, и октябрь в том числе. Поэтому с аналитиком, который говорит про октябрь, я согласна. Ну, и я тут одним ухом слышала, что с 1 октября юань вводится как в корзину валют, да, ну, наверное, это тоже каким-то образом повлияет. Безусловно, безусловно. Это очень интересный момент. До октября еще дожить надо. Ну, это правда, да. Пока что мы находимся... У нас неделя. Вот, пока что мы находимся... Неделя, и вы должны проверить, радиослушатели, правильный прогноз или неправильный. Может быть, пригодится, может быть, нет. Болтает Василий Номицкевич, прогнозы какие-то дают. Вот. Ну, и что касается евро. На прошлой неделе, вернее, на этой еще неделе, мы столкнулись с ситуацией, когда евро очень сильно вырос. Это была пятница. Если мне память не изменяет, да? Да. Вот, вот как раз. И уже до этого максимума евро не дойдет, но понедельник для евро неплохой. Потихонечку будет незначительно, можно сказать, снижаться. То есть такого падения никакого нет. Но день хорош чем? Вот заглянула в гороскоп Ангела Меркель. Редчайшая ситуация на завтрашний день. То есть такое бывает только один раз в год. У нее очень хороший день. Ну, просто замечательный. Наверное, какие-то ее заявления, какие-то ее высказывания могут тоже поднять на какой-то промежуток времени и евро. То есть, наверное, с этим тоже будет что-то связано. На евро отразится. Но выше точки, которая была в пятницу, евро днимется. В дальнейшем такое незначительное плавное снижение. Это, кстати, достаточно интересная и ценная информация. Потому что в мире существует огромное количество трейдеров, которые находятся на бирже, и которые постоянно изо дня в день участвуют в этих торгах. То есть мы сейчас говорим о том, что называется Форекс. И это русскоязычные все знают, естественно. И многие из них участвуют в этом. то есть это соотношение к примеру пары евро и доллар. То есть получается, что если это евро идет вниз, а доллар идет вверх, и вот существует на графиках существует две оси. Интересная штука. Вертикальная ось это цена. Ну все мы понимаем, чтобы что-то заработать, мы должны купить ниже, а продать выше. Так вот, 99,99 миллионных каких-то там процентов оперирует именно с точки зрения вот этой вот вертикальной оси. И поверьте мне, 20 лет в этом, так скажем, бизнесе, хотя это не мой бизнес, но тем не менее, это все-таки материальное существование. Так вот, горизонтальной осью не пользуется никто. Что такое горизонтальная ось? Это время, это дни, это когда происходят какие-то изменения. Вверх-вниз, вверх-вниз. Если мы привлекаем к этому делу, в данном случае Василина Мицкевич, которая нам говорит о том, что, ну вот, в этот день я ожидаю будет это. Если это совпадает с техническим уровнем, ну, существуют технические уровни, вот как раз я этим занимаюсь, то тогда это, так сказать, двойное, двойное, двойное подтверждение того, что можно было бы, скажем, в этом участвовать, почему бы и нет. Так что, будем проверять завтра. Ну вот, хорошо. Еще день очень интересный. Огромное количество идет капитала из страны в страну. То есть, это заметно на карте нашей и географическую мы смотрим, астрокартографическую точнее. Из страны в страны много капитала. Это значит, что между странами очень много сделок. Огромное количество инвестиций. И вот на завтрашний день приходится максимум. Это говорит о том, что индексы, основные индексы пойдут вверх. Я имею в виду и Dow Jones. Для Dow Jones это может быть очень хороший день. Но, опять-таки, тут есть один нюанс. Dow Jones пойдет вверх после открытия американской биржи. То есть, наверное, стоит как-то осторожнее с Dow Jones, пока не откроется американская биржа. Что касается европейских индексов, то как раз-таки пока будут европейские биржи работать, тогда будут вверх идти европейские индексы. И так далее. Что касается российских РТС и ММВБ, да, кажется так, банковские индексы. Ну, вот, на среду, когда цена на нефть максимальная будет, ММВБ максимум показывает, и РТС потихонечку сырьевой индекс, что поразительно, немножечко идет вниз. Незначительно, но немного вниз. но РТС и дальше немножечко будет падать, пока время банковского индекса. То есть, то же, что и с рублем. Пока все хорошо для российских и индексов, и рубля. Ну, и нефти, конечно. Ну да, но еще раз, мы говорим, это на текущую неделю, это не на долгий срок. Правильно? Правильно. Ну, что-то же будет падать. И будет, будет, будет падать. Начиная со вторника и до конца недели могут падать акции газовых компаний. И газ. То есть, трейдеры, они пользуются и этой позицией, вкладываются в бумажный такой газ. поэтому здесь не рисковать не стоит. Именно с газом. Да, я знаю, что еще будет падать. Это относится к такому термину, который называется commodities. А commodities это, скажем, пищевые какие-то продукты. Будет падать мясо. То есть, свинина будет падать, которая тоже, кстати, трейдается на рынках. А почему она будет падать? Потому что с завтрашнего дня у нас наступает пост. Правильно? Логично. Логично. Поэтому и сырьевые индексы начнут потихонечку снижаться. И, видимо, к концу поста будут совсем дешевые. Замечательно. Василина, пару слов о политике, если вам не сложно, поскольку время нашей программы уже подходит к концу, несмотря на то, что у нас сегодня воскресенье, несмотря на то, что у нас еще люди просыпаются потихонечку, время еще утреннее на нашем континенте. Но все равно это будет у нас в записи выставлено совсем скоро. Что у нас с политикой? Какие-то изменения? Какие-то тихо, спокойно будут? Ну, я про ваш континент скажу. Помните, говорила, что через Чикаго проходит проекция Плутона. Ну, мы знаем, какие события по поводу выборов там происходили. То есть, митинги какие-то, акции протеста, противоборства сторон за Дональда Трампа, против Дональда Трампа. Так вот, проекция Плутона, хоть и зафиксировалась на Чикаго, и время от времени там будут какие-то волнения, но все равно напряжение по континенту идет на запад. Именно западнее. И все основные происшествия будут происходить на западе. Ну, вот, и если ваших выборов коснуться, то и основные штаты, которые сейчас будут реагировать, они все-таки западнее находятся. Западнее, Меридиана, Чикаго. Вот, вот это, что касается вас. А на самом деле, я человек сейчас аполитичный, я занимаюсь спортом очень усиленно и не смотрю новости, у меня нет времени. Поэтому вряд ли я чем-то помогу в данный момент. Ясненько. Ну, хорошо. Дорогие друзья, я думаю, ну, вот на этой, так сказать, высокой ноте, поскольку здоровьем надо заниматься, это наше тело, сосуд должен быть без дырок, из него ничего не должно вытекать. Ну, а мысли наши, они материальны, это мы знаем. И прежде чем подготовиться к изменению, скажем, режима питания и вообще каких-то, вот то, что связано с физическим телом, нам надо еще адаптировать свои мысли к этому, потому что будет серьезное, скажем, серьезное слово не могу по-русски подобрать, то есть будут идти, мысли будут одни, а тело будет желать другого. Ну, просто приведу пример, он будет иллюстрировать то, что я хотел сказать. Если мы не готовы к изменению нашего режима питания, допустим, если мы мясоеды и готовы отказаться, ну, в смысле, хотим отказаться, поскольку нам говорит и Василина, и не только Василина, тем более, пост у нас есть, а мысли наши, тем не менее, не готовы к этому, у нас может произойти как раз-таки дисбаланс, вот слово, которое я хотел сказать, дисбаланс между нашим образом мышления и нашим, в общем-то, физическим нашим состоянием, мне так кажется, вот, поэтому буквально пару недель тому назад я разговаривал с одним очень известным человеком, женщиной, она духовный лидер, мастер, и она пранаед, и у нее задают вопрос, я задаю вопрос, а как, в общем-то, по поводу питания, она говорит, ну, в принципе, человек может существовать на одном яблоке в день, ну, я уже это делал, когда после Индии приезжал, да, год я существовал на одном яблоке, но потом мне сказали о том, что это может плохо закончиться, и мне надо что-то добавлять в свой рацион, то есть мои мысли, я полагаю, так, не были к этому готовы, так вот, есть, существуют разные методики, кстати, в центре Сан-Гейтс мы этим занимаемся, то есть желающие, пожалуйста, могут приходить на наши, скажем, классы, это все онлайн, все доступно, и дальше, в общем-то, вот в этом соответствии делать так, как бы хотелось бы и как положено нам делать, поскольку тело это не просто тело, а мы это body, mind, spirit, это тело, дух, душа, тело, ум, душа, и они это неразрывно связаны между собой, ну, я полагаю так, что с этим вряд ли кто будет спорить, наша аудитория подготовлена, ну, и все-таки в заключение еще раз мы просим у всех прощения, прощенное воскресенье с праздником, дорогие друзья, и не только потому, что это праздник, и мы хотели бы вместе с Василиной о том, чтобы люди как бы понимали, и астрология это действительно наука, которая неразрывна от религии, и она нам просто помогает жить, поскольку это карта минного поля нашей с вами жизни, и если мы не знаем этой карты, то нам иногда, в общем-то, приходится мучиться, так что, таким образом, дорогие друзья, еще раз с праздником, и спасибо, что вы нас слушали, Василина, огромное вам спасибо за ваше время, за ваши очень интересные программы, огромное количество людей, кстати, их смотрят, я этому очень рад, ну и мы встретимся на следующей неделе, мы будем объявлять об этом конкретный день, когда мы будем встречаться, на этом разрешите программу нашу закончить, я только хочу сообщить о том, что тройное W SunGates Radio Radio .com это наш веб-сайт, там можно оставить свои комментарии, там можно послушать в архивах есть программы, причем эти программы идут уже очень давно, несколько лет, те, кто с нами хочет связаться непосредственно, то это такой телефон, это американский телефон 847-226-9956 и это Skype SunGates, солнечная ворота на конце буквы SunGates 1-0-8 можете пожалуйста нам добавить в контакты SunGates 1-0-8 можете прийти на страничку Facebook и Василина Мицкевич и нашей SunGates Radio наберите в Facebook SunGates Radio и вы увидите все наши программы, которые там были Василина, спасибо большое еще раз, дорогие друзья, всего доброго всем до свидания, до следующих встреч Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok